На территории Ленинского района ведется активное строительство. Под надзором находятся порядка 114 жилых домов, 11 школ, 15 детских садов, а также объекты здравоохранения. С 1 июня 2016 года вступил в силу новый регламент по осуществлению государственного строительного надзора на территории Московской области. На встрече инспекторы главстройнадзора разъяснили основные изменения в уставе и ответили на многие вопросы застройщиков. Для меня самая главная задача при проведении данного муниципального форума было организовать открытую площадку между Госстроенадзором Московской области и нашими застройщиками с всеми строительными организациями, которые сочли возможным прийти на сегодняшний форум. Участники форума обсудили такие темы, как градостроительное законодательство, содержание строительных площадок, соблюдение требований противопожарной безопасности, а также подготовку объектов к воду. По насыщенности строительства один из таких серьезных районов Московской области и по состоянию тех объектов, которые строятся в Ленинской области, не самые худшие позиции занимает Ленинский район. Я думаю, что оно одни из лучших. По словам Тамерлана Алборова, в новом регламенте большое внимание уделено контролю на стройках. Каждый строящийся объект должен пройти в среднем 10 проверок. Он также высказался против поэтапной сдачи. Обсудили и тот факт, что если по новому регламенту инспектор будет иметь уже на начальной стадии видеофиксацию ситуации на объектах, то в конечном счете это улучшит качество строительного продукта. Были такие вопросы, они исходили именно из жизни. Частные случаи, но эти частные случаи присутствуют в том числе и на наших муниципальных стройках. И вот данная площадка помогла нам, наверное, разрулить некоторые ситуации, которые все равно ставят перед нами жизнь, ставят перед нами погодные условия. И мы хотим, не хотим, но должны их решать. Глава Ленинского района отметил, что такие форумы с участием главстройнадзора по возможности следуют проводить два раза в год. Весной, то есть в начале строительного сезона и как подведение итогов в конце осени. Наталья Буслаева, я, дамя Елена Кошелева. Видно этого. Спасибо.